Следующая пара Марай Андраде Александра Де, 21 год, кикбоксинг США Рикардо Марай, 28 лет, джиу-джитсу, Бразилия Рикардо Марай, рост 2 метра 5 сантиметров, вес 115 килограмм Он из знаменитого клана Грейси Это самый высокий спортсмен чемпионата Алекс Андраде, рост 177 сантиметров, вес 90 килограмм Он тренируется у Олега Токтарова и Кена Шемрака Я хотел бы добавить сразу, что Кен Шемрак Это один из самых известных бойцов UFC Американского чемпионата, аналога нашего боя без правил А Олег Токтаров это наш соответственник, сам бист из Кстова Который, кстати, выиграл шестой чемпионат по UFC И очень там знаменит И могу еще добавить, кстати, о тренере этого гиганта симпатичного Зовут его Рензо Грейси, он брат родной Грейси Великолепный боец Великолепный, сам не стал выступать Просто потому, что приехал, как он сам сказал, посмотреть Что это такое, как, чего, вот выставил свою команду Но боец великолепный И, в общем-то, думаю, что на следующем он приедет уже к нам как участник Ну, в общем, давайте вернемся к бою Потому что так легла судьба, что у нас вышли друг против друга два иностранных участника Причем один из которых изначально у нас у всех специалистов Он считался фаворитом, это Рикардо Морай В силу того, что вот своих физических данных И в силу того, что он из клана Грейси, опять же, клан очень знаменитый, чемпионский Ну, и мы видим по ходу схватки, что, в общем-то, пока оправдывается предположение специалистов И тех, кто отдавал ему предпочтение Вот, Дмитрий, смотрите Очень простая схема Он знает, что он гораздо больше весит Он чувствует себя увереннее в партере Он просто сразу пошел, сбил Андрада в партере И вот сейчас он пытается додавить, додушить Да, это странно Для меня, например, мне казалось, что при таком росте, при таких длинных руках Удобнее было бы ударным путем все-таки свалить этого малыша По сравнению с собой, да, как ему кажется Но, однако, он решил не рисковать Да, спокойно просто завалил в партер И пользуется своим преимуществом весь Не, ну, в общем-то, ему, я бы сказал, завалить легче Потому что он выше ростом, и центр тяжести гораздо выше И вот назад Человека, который ниже тебя ростом Достаточно легко завалить вперед, труднее, назад легко Что он сделал? Он легко перевел его в партер и положил на спину Это все-таки дальновидная политика Потому что он все-таки Очевидно его желание стать чемпионом И понимание, что еще впереди много схваток И правильно сделал, кстати, потому что, в общем-то Безвыходное положение И зачем давать повод уроду своего бойца Секундант грамотно оценил положение И, в общем-то, правильно поступил Что полотенце выбросил, тем самым прекратив бой Да, вот сейчас на повторе мы видим Что положение Андраде безнадежно Да, здесь нужно было выкидывать полотенце Да, очень сильный человек Кстати, когда у Марая спросили Он такой же страшный в жизни, как и на ринге То он ответил по-русски Итак, Рикардо Марай, вот он Победитель этой схватки Продолжение следует...